Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, в первой части второго отделения, для того, чтобы он подольше был, мы поотвечаем на вопросы. Они как никогда в этот раз интересны. Михаил Петипанович, приготовьтесь. А у него микрофона нет. А его микрофона нет, поэтому он ответить не сможет. Я вот можно, я потом по этому слову вам скажу. Спасибо за этот концерт, так здорово снова вас видеть и слышать. Нам тоже очень нравится. Спойте, пожалуйста, кризис среднего возраста, это очень актуально. Затянулся. И давно еще песню «Осенний роман», вроде бы она так называется, а начиная с слов по нападающей листовой октября. Спойте, пожалуйста, очень прошу. В общем, мы, честно говоря, планировали спить не сегодня. Пожалуйста. Вы так там весь третий концерт сорвете. Она обожает смотреть в окно. Тоже, пожалуйста, будет. Впервые я вас услышал лет 15 назад, а увидел только сейчас. Вы знаете, некоторые нас до сих пор не видели и не слышали. Ничего в этом удивительного нет. А вы вот хороший. У вас действительно редкие концерты. Спасибо. Приезжайте почаще. Испомните голубой ленопад. Мы с мужем москвичи, но свадьба, роспись, была в ЗАГСе номер один, Санкт-Петербурга. Мы были вдвоем с ним. Ну, не ЗАГС, мы, я понимаю, а Роспись. Потом играли свадьбу уже с родственниками в Москве. И песня на свадебного танца была ваша про две столицы. Это какая, интересно? А, имеется в виду Наташка, которую не спящий в Питере. Ну, вам уже на то, да. Да, да. Очень она передавала настрой именно нашей свадьбы. А в самом Диего... Вот такой настрой. Вот, честно говоря, даже вот и не знаю, как бы... Просто, вы знаете, мы давно ее не играли, так сказать. Пели, 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 пели. Потом Сашка взял и женился на ней. Вот. Теперь вот видите, к чему приводит написание таких песен? Теперь он живет в городе Сиэтл. О! Вопрос к Александру Геннадьевичу. Разреши прочитать. Я не ознакомлен пока. Конечно, я все застаю. Расскажите, как вам живется в Америке, Александр? Чем вы там занимаетесь? Что нравится и что нет? Миш, мы не доели, пойдем. Нет, ну, лекции я, конечно, читать не буду. На самом деле, я живу в совершенно великолепном месте. Это штат Вашингтон, город Сиэтл. И природа там совершенно чудесная. Главное, она очень легко достижима. Потому что все это очень рядом. То есть, восхождение на вулкан Райнира высотой 4400 начинается в полутора часа везде от моего дома. Там всегда снег. И там очень красиво. Я, когда был молодой, я очень много ходил в горы, занимался туризмом, альпинизмом. Потом был такой большой-большой перерыв. А в Америке мы это дело возродили. И, так сказать, я с удовольствием, в общем, очень много времени провожу в горах. В принципе, это, кроме работы, там, сказать, это вот основное наше занятие, это мы ходим в горы. Причем, ходим достаточно серьезно. То есть, это не просто хайки, там, как говорят, походы. А это серьезный альпинизм такой. Вот. Если бы вот этого не было, вот этого альпинизма, да, и вот этой природы там, в Америке нечего делать вообще. Это я вам честно скажу. А вот природа, она вот дает очень-очень хороший заряд. Я услышал интернет. Сергей, спойте, пожалуйста, пожалуйста, в облачке в таком, вашу самую новую песню. О чем вам пишется сейчас? Да ни о чем не пишется. Но вот, честно говоря, и самые новые нет. А те, которые были написаны, так сказать, споем... Ну, на самом деле, вот новые песни, они их пишут те люди, у которых старые песни получились плохо. Понимаете? У нас старые песни получились хорошо. Поэтому я это не вижу повода. Я вот ходил сейчас на концерт в Полу Маккартни, там в Сиэтле, это было... Ну, у меня это очень-очень, я очень люблю Полу Маккартни. И он пел старые песни, это совершенно замечательно. Видите, Сашка в Сиэтле и в Полу Маккартни, а вы в Москве пришли на нас. Приобщились. Дорогие Сергея Александрова, много лет назад вы впервые услышали ваши песни от ребят из Пятигорска. Слова «Мы впервые недели на две стали сами собой» очень точно отражали то состояние, когда ты в походе, и только там становишься таким, какой ты есть. И с тех пор не было ни одного похода. С тех пор не было ни одного похода. Как дела, горного, водного, без ваших песен. Спасибо, и вам тоже спасибо. О, ну все, это я специально сохранил поближе. Берегите, Степаныч. Спасибо. Ваш брунец очень красивый. Смотреть на него, и как он играет, сплошное эстетическое удовольствие. Спасибо. Я давно уже говорю, что все девушки приходят на концерт к нам, а уходят с ним. Ну, и вот тут заранее люди подготовились, напечатали. Ну, вред ли принтер с собой принесли. Обоим, сколько совместных песен было написано вами после отъезда Александра в Америку? Пока одна, как намечается, вторая, кто получится, не знаем. Александру, удается ли вам в Америке заниматься альпинизмом? Я, собственно, их не занимаюсь. А что там еще делать? Там больше ничего идет. Саша, что для вас явилось самым неожиданным в Америке? А, ну, вообще, на самом деле, в общем-то, все. Давайте скажем прямо и честно. То есть люди, которые, скажем, бывали там или не бывали, ну, бывали в гостях, приезжали, да, они не знают Америки. И мне кажется, Америки не знают даже очень много русских, которые живут там. Потому что, ну, часть из них просто живет в таком Russian bubble, то есть в таком русском пузыре, да, а часть никак не может расстаться со своими еще иллюзиями. Ну, не то чтобы иллюзиями, а своими представлениями о двух мирах, да, что, так сказать, вот такая светлая Америка и, значит, такая, значит, там черная коммунистический режим, они вот, они как бы и живут с ощущением, они употребляют соус-самок, я его не употребляю, но они употребляют. Вот, они унесли это с собой туда. Американцами они не стали, они продолжают, так сказать, оставаться, на самом деле, хотя они обзывают Россию совком, но они-то и есть самый настоящий совок. То есть, поэтому говорю, что Америка, больше всего меня удивило, что она совсем другая. Она совсем другая. И американцы, в общем-то, ну, американцы нет, американцы, я подозревал, что настоящие американцы такие же. На самом деле, они точно такие же, как и русские. Я, в общем, большую разницу среди таких, ну, белых, скажем, американцев, которые сейчас голосовали за Трампа. Все. Вот. Вот они-то как раз вот и есть, настоящая Америка. А, так сказать, скажем, я не хочу не поглопилить, но так аккуратно. Нет, это я промолчу. Вот. В общем, Америка другая. Она совсем не такая. И получить о ней представление можно действительно, если реально пожить там. И, так сказать, понять, что, в общем-то, особая разница между, скажем, там, в данный момент, по крайней мере, в данный момент, между Россией и Америкой не существует. Спасибо. Сергей, хотели бы вы, чтобы в школе возобновилось изучение астрономии? Вы знаете, я пару-трой лет назад захотел, чтобы оно возобновилось, после чего был предан Анафиме батюшке Кураевым, вот, и целые, так сказать, как бы, когорты ревнителей, но вот и гонителей. И самое мягкое, что люди писали в интернете, типа, на нары его, в зону, пускай, типа, так сказать, там, понюхают, как бы, так сказать. Да, я все, что я сказал, там, по поводу того, что, так сказать, в общем, неплохо было бы в школе преподавать астрономию, только непонятно, как это будет сочетаться со словами, ну, вот, как бы, так сказать, православной... Ну, да, ну, в общем, никого не хочу обидеть, как говорил тут Александр, вот, и совсем уж не ожидал, что, так сказать, вот так вот все это... Я там как-то слово мировоззрение, не так, знаете, это любимые номера, когда человеку сказать нечего в интернете, вот, сначала говорить, что терминология нарушена, потом начинают ошибки искать, вот, ну, и так далее, это всем известные номера. Да, вот, слово мировоззрение я не так употребил, как надо, вот, не в том виде, в коем оно, в общем, считается, и понеслось, короче говоря. Не-не-не, я вот могу к этому добавить, на самом деле, дело в том, что Сергей вот себя-то знает, как бы, вот, батюшка Кураев, ведь он, в общем-то, видел то, что тут сказал, тоже в неких записях, но он, может, что-то лично говорил, но суть в том, что резонанс-то это получило за счет, ну, скажем, ресурса Росбалт есть такой, да, вот, так вот, на самом деле, да, а в этой жизни есть люди, любые, об этом еще Борис Гребенчаков говорил, там, с фиолетовыми волосами, и вообще, вообще любые люди есть, которые хотят, ну, просто любого, просто надо их найти, значит, и типа, а он вот такое сказал, ну, и что, что он такое сказал, мало ли людей на свете, они все разные, и все говорят, нечто разное, если мы будем, как бы, печатать и приводить, и тут точно такая же история, Сережа, значит, вот, выступил, а Росбалт нашел соответствующих людей, которые против этого сказали, то вот это, ну, и что такого, тут такого ничего будет за страну, я буду, Делина, чей-то точно говорю. Все-таки она вершится. А можно поправку в одну записку? Песня не про две столицы, она называется «Белая ночь», я вот даже словала. А, это другая песня, другая песня. Разные улицы, разные столицы. Да-да-да-да-да, совершенно верно. Михаил, вот сейчас придется ответить. Очень серьезно. За все. За все. На самом деле, за все. Михаилу, чем является для вас аккомпанирование известному дуэту? Я даже не знаю, как бы сказать. Удовольствие. Просто, кто спрашивается, просто работай с суровой необходимостью, удовольствием или бьем мы его. Удовольствие, конечно. На самом деле, я абсолютно сейчас буду серьезен. Просто это вот как вот услышали мы вас типа 15 лет назад, а мы видели только сегодня. Дело все в том, что Миша играет в очень серьезных коллективах. Вот только что Соль не выступает, хотя, наверное, мог бы уже это и делать. Играет в очень серьезных коллективах, играет джаз, играет, как бы, так сказать, с оркестрами различными, так сказать, мюзиклами у нас в городе. Впрочем, прочем, прочем. Он нормальный, так сказать, как бы хороший, серьезный музыкант. Он нас просто пожалел. Он нас просто пожалел, как бы так сказать, и это для него оказалось удовольствием. А нам очень большим удовольствием, то, что мы вот так вот нашли друг друга и с тех пор, в общем, не расстаемся. Спасибо, Миша. Спасибо, Миша. Спасибо, Миша. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Специальный DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ленинградскому автору-исполнителю Витя Соколову. Собственно говоря, случилось так, что мы начали ее писать безотносительно тех событий, которые произошли. Ну, в общем, о них здесь и ни слова. Но пока песня писалась, так бывает, что это случается не сиюминутно. Пока песня писалась, Витя погиб. И песня совершенно неожиданно приобрела другую окраску и, в общем, стала с нашей точки зрения о другом. Хотя, наверное, касается и всех людей, которые так или иначе когда-то не вернулись домой. Кто просто с прогулки, кто из похода. Уходящего гора. Уходящего гора И свиста дорога на небо Сквозь мерцающий, тонущий, давящий в сумраке лес. Наши древние саги, походу, похожи на небо. Но уже хорошо, не на краткий трезвон смс. Там слова, как слова, там небес синева. Там ночами заварятый чай, не дает нам уснуть. Там гора, как гора, там река, как река. Мы вернемся с тобою сюда, повторить этот путь. Уходящего в горы, дороги и доброй погоды. Что уже не сбылось, отболело порою со дни. Там ночами в палатке свеча не дает нам уснуть. И не нам лишит покоренных отмеченных годы. И не нам их сегодня менять на грядущие дни. Там дела, как дела, то порог, то скала. Там ночами в палатке свеча не дает нам уснуть. Там гора высока, там река глубока. Мы вернулись с тобою сюда, повторить этот путь. Уходящему в горы, мерещится с детства жар птицы. Или рыба луна, что плывет в необъятной дали. Но уходят города, имена, города и границы. И вершины иные в снегу, а иные в пыли. В небесах высока, нагорает строка. Дописать, начитать, мечтать нам порой не успеть. И уносит река, песни годы, века. Остальное неважно, об этом не стоит и петь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Много-много лет тому назад, были мы в городе Петрозаводске, пригласили нас концертами. Повезли на водопад Кивач. Ну, там была длинная история. Выбитое лобовое стекло у машины. Переодевание водителей в клубы Лянина Филатова в фильме «Экипаж». То, что февраль был. С бортом минус 18. Надо возвращаться обратно. Лобового стекла у Фольксвагена нет. Концерт должен быть. Надо сказать, что мы когда доехали обратно, на последнюю часть пути в машину вел Сашка. Потому что, так сказать, водителя мы его вынесли в салон. Там, по счастью, были несколько спальников, где бутылки коньяка. А Сашке-то было нельзя, он за рулем был. Короче говоря, первое деление концерта мы плохо с ним помним. Потому что очнулись мы по второму. По разной причине, правда. Но суть не в этом. Песня вообще с этим никак не связана. Просто по дороге еще туда, когда все было в порядке, в небольшом таком поселок городского типа города, в принципе, это. Мы бы что-то называли его «Кандапога» и называем до сих пор. Хотя вообще он «Кандапога». А финское название у него «Кандапога». Нам остановились бы, остановились. Нам сказали, пойдемте, покажем вам совершенно уникальную церковь, «Успение Богородицы». И нам показали небольшой-небольшой церковь. Это скит практически такой. Не те, которые сейчас на Воламе строят. Там такие скиты мам не горюй просто-напросто. Вот вообще не понимаю, почему это скитом называется. Там такая усадьба помешище. А там такой, да, действительно, такой небольшой был храм. Там, не знаю, как его уберегли тогда от всех пожаров. То, что его обворовывали, там, не знаю, нечетное количество раз, это точно. Потому что там реально было, так сказать, там, одна, две, три иконы. Больше ничего не было. Но, знаете, на Земле есть такие места. То есть, я не могу сказать, что я часто с этим сталкивался, но мне кажется, что с этим сталкивался любой из нас. Когда ты попадаешь в них, они для каждого человека могут быть разные, ты как попадаешь в другое время и пространство абсолютно. Потом так оттуда выходишь и так даже не понимаешь, а как это вот, что-то было такое. Вот для нас в жизни одним из таких мест стала вот эта церковь Успения Богородицы в Кандапоге. Поэтому по прошествии какого-то времени после этого вот эта песня вот и у нас и появилась в Кандапоге. Это церковь, когда Богородицы в Кандапоге, Снегами под ногами, Стрелыками мерзлой областной дороги, Чуть подвыпивши, смотрите, Осенит знамением кресла, Пропороженная стреска, Распахнется век в обитель. Три иконы, Все убранство, Что еще просить у Бога? Три свечи в пустом пространстве, Тишина скрывает вздохи, Стены сградывают тени, В тех суде перепрезерния Финско-русской Кандапоги. Финско-русской Кандапоги. Финско-русской Кандапоги. Финско-русская Вечер с неба Поколено в небесу мрачна и серна Может, в мире трилосера Но остались эти стены Аплодисменты 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 Слева или пога, Диму по снегу, Восьмерка-казки, Похоже, ближе всего пока Страна Аляска, страна Аляска. С сих пор мощь, но немало лет, Я обошел весь белый свет, Ну, пусть не весь, значительную часть, Но в детстве заключенный в спор, Вернись в номере этих гор, Не дал остановиться и пропасть. Сквозь шорох школьных ледников, Я слышал грохот ледников, И новый айсберг уходил в поход, И отвердил, когда-нибудь я, как и он, отправлюсь в путь, Оставив за гормой уютный борт. Ты бесконечна и далека, Но, возвращаясь к тебе как сказку, Я вею ближе всего пока Страна Аляска, страна Аляска. Размахнули на берега, От берега до берега, Постык не мили простуденной воды. Ну, что себя обманывать, За островом отмахнули, Чужие скалы и чудные львы. Орванными туманами и распятыми океанами Встают упрямо без взрослых мыслей. Я тут не на митинге, Здесь вся геополитика Стереть сразу свой привычный смысл, Стереть сразу свой привычный смысл. Восьмерка, Хаски и Таваган. Быстрее ветра, летят салазки, Я знаю ближе всего пока Страна Аляска, страна Аляска. Восьмерка, Хаски и Таваган. Быстрее ветра, летят салазки, Я знаю ближе всего пока Страна Аляска, страна Аляска. Страна Аляска, страна Аляска. Спасибо. Спасибо. Сейчас, секунду. Сейчас начнем тихие песни играть. Играет музыка 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 Она обожает смотреть в окно Она играет теплом и светлом Она ухватила за хвост комету Но укололась веретеном Она ухватила за хвост комету Но укололась веретеном Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я скоро вернусь, обязательно скоро вернусь. Моя милая, эти слова я тебе повторять не устану, А когда я дышать перестану, пусть друзья за меня напоют. Моя милая, есть синева, есть прекрасные люди и страны, Из мелодий чудесных и странных я опять выбираю твою. Из мелодий чудесных и странных я опять выбираю твою. Мы прожили больше пути, чем сумеем пройти, Мы поняли меньше, чем знали всегда, но и пусть. Потом разберемся и умничать просто летим. Я скоро вернусь, повторяй, я скоро вернусь. Моя милая, эти слова я тебе повторять не устану, А когда я дышать перестану, пусть друзья за меня напоют. Моя милая, есть синева, есть прекрасные люди и страны, Из мелодий чудесных и странных я опять выбираю твою. Из мелодий чудесных и странных я опять выбираю твою. А вперед время забрав бесконечный полет, Земля оставляя печали и светлую грозу. Я скоро вернусь, обещаю, я скоро вернусь. Моя милая, эти слова я тебе повторять не устану, А когда я дышать перестану, пусть друзья за меня напоют. Моя милая, есть синева, есть прекрасные люди и страны, Из мелодий чудесных и странных я опять выбираю твою. Из мелодий чудесных и странных я опять выбираю твою. Но было по двадцать, сейчас стало вдвойне и фрайне, Расставлены точки возврата, как век в судьбе. Жалеть и потерять нам глупо, но кажется мне, Я скоро вернусь, я уже возвращаюсь к тебе. Моя милая, эти слова я тебе повторять не устану, А когда я дышать перестану, пусть друзья за меня напоют. Моя милая, есть синева, есть прекрасные люди и страны, Из мелодий чудесных и странных я опять выбираю твою. Отсюда до точки возврата, часа полтора. Звучит Моя милая, есть красная идея. А когда ты был на своем городе, Моя милая, есть прекрасная идея. Главное. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Вот мы, ребята, и встретились Связан разорванный круг В стареньком синем конвертике Боль и утраты разлук Думал, письмо затеряется В притых архивах стола Как вам, ребята, понравится Встреча, что нас не ждала Век, день, час В точку одну смелись Строги забытых Обещаний Школьные ты градились Время с печалью Венчало нас Да вот, поди ж ты, сошлись В дверь позвонили И скружены Вещи в прихожей В углу Кто-то смеется простуженно Кто-то проходит к столу Кто за скамейкой к соседям вниз Кто на ковер присел Вот мы, ребята, и встретились Жалко одно Не все Я спою Мне бы слова сложить Сколько мелодий Мне осталось Барсом в ночи кружить Позже, как хочется Осенью Зиму свою Пережить Хочется и не хочется Все, что сжигало меня Синим конвертиком Кончится В огне этого дня Что-то письмо не ответило Просто неверный друг Вот мы, ребята, и встретились Связан разорванный круг Встретиться Перекрестить пути Ночь провести За разговором И на заре уйти Голубу с раскрученной Вертиться И борьбить все дети Спасибо вам большое Спасибо Спасибо. 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 Спасибо.